Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Несколько раз в неделю Я убеждаюсь, это вот на конкретных примерах На этот объект выделили деньги С федерального и областного бюджетов Общая стоимость порядка 40 миллионов рублей Еще в лице есть несколько площадок Для спортивных игр Здесь футбольное поле Здесь поле, которое предполагает сразу и волейбольную площадку И можно вплоть до тенниса Внутри здания полным ходом Идут отделочные работы Покраска стен, монтаж потолков и напольного покрытия Сегодняшнее посещение, оно всем вселяет И надежды, и настроения Что на самом деле, что мы видели буквально Меньше месяца назад И сегодня это огромный объем работы Который проведен И самое главное, мы видим, что тепло В здании школы, можно любые работы С завершающего этапа проводить Что сегодня и делается Это здание необходимо не только жителям района Но и учащимся медико-биологического лицея Сейчас они располагаются в детском садике Где нет ни спортивного, ни актового зала После новогодних праздников Лицеисты смогут продолжать обучение уже здесь И эта школа, она, естественно, необходима Кроме того, поселок Солнечный Здесь четыре школы 55-я, 60-я, 61-я, 63-я И они, в общем-то, все перегружены Еще один важный социальный объект Детский сад на 80 мест Уже монтируют электрику и штукатурят стены А также благоустраивают территорию Для нас принципиально важно, чтобы вот так вот В каждом микрорайоне, как и по генплану По архитектурной застройке Такие объекты социальные строились Чтобы жители были все условия Возможность приближения именно проживания К месту проживания Потребность в новом детском саду здесь очень высокая Этот микрорайон у нас очередность На сегодняшний день 480 детей Поэтому на 80 человек мы эту проблему К Новому году решим Это будет здорово для этого микрорайона Профильные чиновники отмечают Детский сад оснастят новейшие аппаратуры и оборудование А главное дошкольное учреждение Будет соответствовать всем новым требованиям От санитарных до пожарных Екатерина Рысьева, Александр Питченко, ТВ-центр, Саратов В школах, интернатах и детских домах Не хватает квалифицированных кадров Об этом заявила министр образования региона На прошедшем совещании под председательством губернатора На данный момент приоритетом в семейно-демографической политике Является предотвращение социального сиротства А также оказание ранней помощи и поддержки семье Кроме того, в регионе все более актуальными становятся Такие формы работы, когда сами подростки Принимают непосредственное участие в профилактических мероприятиях Об итогах совещания расскажет Татьяна Седова В эти заведения чиновники редко заглядывают без особой необходимости Школы-интернаты и детские дома в поле зрения власти Чаще всего попадают после вопиющих прецедентов Так в этом году 45 подростков сбежали с подобных учреждений области Многие не в первый раз Кроме того, в городе участились и случаи детского суицида На совещании в правительстве области чиновники признают От профилактической работы пора переходить к радикальным мерам Прежде всего, конечно, мы должны обеспечить полную занятость ребенка То, о чем сегодня сделал акцент Валерий Васильевич Чтобы всегда каждый ребенок на протяжении дня Он должен быть под присмотром родителей Взрослых вернее Это могут быть учителя Это могут быть педагоги дополнительного образования Это могут быть тренеры Это могут быть преподавательные художественные школы Но всегда и всюду ребенок должен быть под присмотром Губернатор сразу предупреждает Подобные совещания проводят в первый и последний раз Ссылки на то, что в детских учреждениях не хватает квалифицированных кадров Тоже приниматься больше не будут Дальше Валерий Радаев обещает только спрашивать Соответственных лиц и наказывать виновных Та адаптация, которая необходима такому поколению И таким молодым людям Она просто необходима Мы все понимаем И надо хотя бы больший процент Чтобы из этого пошел по правильному пути А если мы демографию посмотрим У нас больший процент сегодня, к сожалению, там Поэтому это наша повседневная работа будет Столь пристальное внимание чиновников К неновой проблеме спровоцировал Случай смерти двухлетней Ксении Арапочкиной Органы опеки до сих пор не могут дать ответ Почему проверяющие ничего не заметили в семье Кроме антисанитарных условий У нас мало людей Людей неравнодушных Которые не только выполняют от и до Свои полномочия, за которые получают заработную плату Но, наверное, те люди, которые могут постучаться В ту дверь, за которую плачет ребенок Обратиться к полиции И сказать, что, наверное, не так все хорошо Если молодая мама ходит с синяками на лице Начинать губернатор предлагает с самой действенной меры Повысить зарплату детским психологам Которые до сих пор получают минималку И уже до конца года создать специальную рабочую группу Где ключевые решения будут принимать люди Сами когда-то оставшиеся сиротами Татьяна Седова, Антон Романов, ТВ-центр, Саратов Как повысить туристическую привлекательность региона Эта тема стала главной на сегодняшней встрече С участием директоров музеев и представителей турфирм На сегодняшний день посещение культурных учреждений Не входит в перечень предлагаемых туристам маршрутов Чтобы изменить ситуацию Представители власти предложили различные варианты решения проблемы К примеру, создать карту города с адресами основных музеев Подробнее Влада Черняева Распустили слухи, что он хорош, а он совсем не хорош Отрывок знаменитого романа Николая Гоголя и увлекательная экскурсия Музей Федина в очередной раз доказывает Здесь есть чем удивить даже самого искушенного интеллектуала Начинается эпоха Серебряного века Которая представлена вот в этих витринах Здесь в этих витринах у нас, как я сказала И есть рука и Блока, и Анны Ахматовой И других писателей Серебряного века У нас есть иллюстрации, вернее не иллюстрации, а подлинные работы Максимилиана Волошина Сегодня здесь не случайная публика Это и директора саратовских музеев, и представители турфирм Решают один из главных вопросов Как повысить интерес гостей и самих горожан к культурным памятникам области Туристы исправно обходят стороной музея Предпочитаем струсиную ферму или монарий Директора музея видят причину в недостаточной разрекламированности культурных учреждений Италия, Рим, Испания, Венеция, везде же туристические группы просто идут по улицам города Осматривают достопримечательности А у нас есть как раз в зоне, так скажем, наиболее привлекательной для туризма Это вот район речного вокзала, куда прибывают теплоходы Есть большое количество музеев, которые готовы представить шедевры мировой культуры Знают, в каком направлении нужно работать, чтобы привлечь туристические группы в музеи города Ведь пока сокровищница истории просто не входит в запланированный турфирмами маршрут Музеям приходится самостоятельно формировать группы заинтересованных посетителей Нужно создать инфраструктуру, которая будет востребована посетителями Это карта города, которая будет раздаваться при, так скажем, при сходе на набережную Или при посещении гостиницы, где будут показаны все достопримечательности города Необходимо включить затраты того или иного музея в стоимости, так скажем, тура Конечно, нужны какие-то и передачи, и привлекательные путеводители И, конечно, сегодня техника очень развита Это, конечно, и сайты, которые будут рассказывать о нашем музее О музеях не только о нашем, но и о музеях вообще города Саратова Сегодня культурный туризм области начинает возрождаться С каждым днем становится все больше тех, кто хочет узнать историю не только заморческих стран и крупных городов, но и провинций А турфирмы заинтересованы в том, чтобы включить основные музеи города в список своих маршрутов Влада Черняева, Илья Харитонов, ТВ-центр, Саратов В редакцию нашей телекомпании продолжают поступать жалобы от жителей города Большая их часть касается бездействия управляющих компаний На этот раз съемочная группа выехала по адресу Чернышевского, 197 Пожароопасная проводка, которая находится в подъезде, уже не первый месяц угрожает безопасности жильцов Несмотря на многочисленные жалобы в адрес управляющей компании, ситуация с мертвой точки так и не сдвинулась Все подробности в репортаже Вероники Араповой В этом доме по улице Чернышевского почти готовы встречать Новый год Проводка от многочисленных скруток больше напоминает елочную гирлянду Особый антураж этому подъезду придают неработающие батареи, висящие на стенах Подлезь туда и вымыть окно Смотрите, в каком они видят ужасном Форточки даже нет Жильцы этого дома рассказывают, в подъезде никогда не было даже косметического ремонта Но особое беспокойство вызывает даже не это Может быть короткое замыкание, а раз короткое замыкание, то это, вы сами понимаете, это может быть какой-то пожар, а это уже страшно Ольга Дмитриевна показывает два заявления в управляющую компанию, под которыми есть подписи всех жильцов этого подъезда В них подробно расписаны все претензии и просьбы сделать хотя бы косметический ремонт Управляющая компания никак не прореагировала ни на дно Никак Вот сейчас будем писать второе заявление Но дело в том, сейчас я вам объясню Вот еще второе заявление Это по помощи электропроводки Что отсутствуют щитки И тоже Жуковскому Отсутствуют щитки подключения, распределения и защиты Провода висят по стене Соединение проводов методом скруток Соединительные коробки открыты Просим провести электропроводку в соответствии с нормами электро- и пожаробезопасности На вопросы жильцов и съемочной группы в управляющей компании отвечать отказались Задите, пожалуйста, из помещения Камеру не надо включать К нашему начальству, пожалуйста, зайдите У меня также послание на работу, как у вас Объяснений жильцы так и не получили Хотя им пообещали разобраться По поводу ремонта подъезда посоветовали обращаться в совет дома Который управляет деньгами жильцов А вопрос о безопасности так и остался без ответа Я вам говорю, у вас должен быть свободный доступ до вашего автомата Который стоит в вашей квартире Либо на лестничной клетке Больше никакого доступа не нужно Одним пальцем что-то там выключать, включать Между тем неисправность проводки самая частая причина возгорания Однако, пока этого не произошло Сотрудники управляющих компаний будут игнорировать жалобы Ссылаясь на недостаток денежных средств После приезда нашей съемочной группы к жильцам дома пришли сотрудники управляющей компании с многочисленными угрозами Наши журналисты взяли ситуацию под личный контроль О развитии событий следите в наших выпусках новостей Пронести память о героях через поколения В Саратове стартовала акция Основная цель которой напомнить жителям города О подвигах, которые совершали герои Великой Отечественной войны В рамках проекта на остановочных павильонах В образовательных и социальных учреждениях Появились плакаты историко-патриотического содержания Кроме того, на центральных улицах города установлены такие же билборды Эта акция созвучна государственной программе патриотического воспитания граждан Тему продолжит Наталья Тарасова Просветится, пока ждешь автобус С интересом читают о тех, чьими именами названы улицы города И узнают много нового Например, у нас многие жители улицы Крылова Прибывают в твердой верности, что они проживают на улице Баснописца Ивана Андреевича Крылова На самом деле, это Николай Иванович Крылов, дважды Герой Советского Союза Такие островки истории появились в разных частях Саратова Плакаты рассказывают о жизни и подвиге прославленных соотечественников Акцию поддержали образовательные и социальные учреждения Наши участие в акции не случайно С момента окончания войны сменилось уже три поколения Мы, дети и внуки, помним и выражаем глубокую благодарность нашим ветеранам Их самоотверженности и воле к победе Наши ребята по эти минуты встречаются с ветеранами, героями Советского Союза и социалистического труда Чтобы они передали чувство того патриотизма, который они несли И подражая себя подвигу Тололихина, наших земляков Клочкова или Пашки Корчагина Читают о подвиге лейтенанта Дегтярева, который в 1942 году совершил вынужденную посадку на оккупированной территории Принял бой и застрелился, чтобы не попасть в плен Дух патриотизма передается студентам Память передается поколениями, конечно, и память прошлых лет, она должна оставаться в нашей памяти Чтобы мы могли передать будущим поколениям Чтобы будущее поколение дорожило тем, что было передано поколениями, годами И хранило в себе и передавало следующим, следующим Чтобы эта память, чтобы эти подвиги, они помнились вечно Связь поколений, историческая память не просто слова, а цель акции Которую, как надеются организаторы, подхватят другие регионы Наталья Тарасова, Шаин Абдулаев, ТВ-центр, Саратов Пятилетняя девочка нуждается в срочном лечении У Полины Польговой ДЦП в сочетании с неврологическими и дыхательными расстройствами Ребенку необходима операция по пластике пищевода Сейчас Полина не может самостоятельно глотать, поэтому вынуждена питаться при помощи трубки Кроме того, у девочки периодически останавливается дыхание Для покупки необходимых лекарств требуется около 75 тысяч рублей Ксения Якубина расскажет подробнее Такие системы Полине делают несколько раз в день У девочки смешанная форма ДЦП и аспирационный синдром Питаться ребенок может только через гастростому Это специальная система для интерального питания Капается круглые сутки Три часа капается, час перерыв Круглые сутки, постоянно Именно за счет этого ребенок будет набирать вес Сейчас Полине 6 лет и она весит всего 11,5 килограммов Чтобы поправляться, ей необходимо специализированное питание и приспособление для кормления Только на это родителям девочки необходимо тратить по 700 рублей в день Скажи привет, поцелуйчик воздушный, сделай поцелуй воздушный Полина родилась здоровым ребенком В три месяца появились первые тревожные симптомы Начало срыгивать очень сильно Вес перестало набирать Мы начали менять смеси Смеси никакие не подходили Вес остановился Все это время мы боремся Мы все время боремся У нее постоянно аспирационные пневмонии В буквальном смысле ежедневно борются за жизнь дочери Несколько лет назад Полина начала задыхаться Врачи никак не могли понять причины За точным диагнозом пришлось ехать в Израиль Ради оплаты дорогостоящей диагностики Продали квартиру Денег на операцию родителям Полины не хватило Теперь в квартире Польговых настоящая домашняя реанимация Кислородный баллон, медицинский отсасыватель И прибор для ингаляции Все для того, чтобы Полина могла дышать Ребенок может задохнуться в любой момент Обычно она задыхается ночью Когда она лежит долго У нее застой идет вот этот вот И мы с мужем не спим, караулим ее Вообще не спим Для того, чтобы Светлана и Андрей могли спокойно спать Им нужен прибор, измеряющий уровень кислорода в крови Со специальным сигнальным датчиком Он стоит более 20 тысяч рублей Вот какая красивая у нас коляска А для того, чтобы Полина перестала задыхаться Ей необходима высокотехнологичная помощь в Москве Столичные врачи трижды давали направление Но местные чиновники никак не могут разобраться с бумагами Чтобы отправить Полину на лечение Ходила к замминистру здравоохранения Чтобы нас направили в Москву 18 июня указали мне дату Когда будет вопрос решен с Москвой То есть до этого времени они будут посылать запросы на Москву Ничего Итог нулевой Опять мы ждем Ребенок опять задохнулся В Саратове я понимаю, что есть дети больные Но извините, вот так на грани жизни и смерти Наверное, немного человек живет Тем более, немного детей живет В ближайшее время девочке жизненно необходимо Около 70 тысяч рублей На питание, системы и средства реабилитации Денег на лечение Полины у родителей больше нет И пока кто-то не поможет семье Польговых Они так и будут жить в страхе за жизнь дочери Ксения Якубина, Вячеслав Соленков, ТВ-центр, Саратов Все, кто хочет помочь Полине Польговой Может перевести любую сумму на этот номер телефона Билайн 8 905 382 29 52 Дополнительную информацию можно найти на сайте forpost.tv Таковы были главные события к этому часу Более подробную информацию ищите на интернет-канале forpost.tv Там вы можете оставить свои комментарии и пожелания Информационный партнер программы «События Саратов» Журнал «Телесемь» В свежем номере Гоша Куценко поделится Кто стал его счастливой избранницей А Александр Градский расскажет о своей семье Новых проектах и отношениях с дочерью Мы с вами увидимся менее чем через полчаса Следите за новостями на нашем канале